Алексей, тут в блоге задают вопрос, есть ли боль хуже зубной? Евочка, ну говорят, что хуже зубной боли может быть только боль ушная, и это правда. И сегодня в программе мы разберем, когда же нужно вызывать скорую помощь, а когда принимать антибиотики, есть ли у вас болят уши. Здравствуйте, с вами доктор Безымянный и Ева. Тут пишут, если болит ухо и стреляет ухо, тогда надо начинать пить антибиотики и бежать делать какой-то укол в ухо. Речь идет об отите. Отит, конечно же, заболевание неприятное, оно болезненное. Он бывает разный, наружный, средний или внутренний. Симптоматика у них схожая, но принимать или не принимать антибиотики решит грамотный специалист. А если вовремя начать лечение, то можно избежать приема антибиотиков. А как понять именно, что у тебя отит? Ева, к сожалению, в домашних условиях это практически невозможно. Поэтому важно обратиться к грамотному специалисту как можно раньше и оказать первую помощь. Так, что у нас тут по первой помощи? Ага, нагреть ушко. Убери планшет в сторону. Вот точно чего делать не нужно, так это нагревать ухо. В интернете очень много вредных, не только бесполезных, но и опасных советов. Закапывать лимонным соком в ухо, делать собственные настойки, чеснока, лука, камфорного спирта, масла. Все, что угодно могут закапывать в уши, тем самым могут только навредить ребенку. Разобрали, что делать не нужно, а теперь будем разбираться, что делать можно и нужно делать. Давайте, Алексей, давайте. А я все запишу в свое блокнотище. Первый очень важный совет – это обратиться к грамотному специалисту. Во-вторых, если же оттит сопровождается болью в ухе, необходимо дать нестероидный противовоспалительный препарат, который снимет болезненные ощущения. Если у вас есть сосудосуживающие капли, закапайте нос, потому что у нас нос с ухом сообщается и отек спадет. Есть специальные капли ушные, которыми рекомендуется закапывать. Они в основном состоят из лидокаина и фенозона. Это комбинированный препарат. Ну и, конечно же, нужно проговорить то, что делать не нужно. Не делайте никакие компрессы, не нагревайте ухо, не делайте массаж. Это все может усугубить состояние ребенка. Мама мне говорит, что нужна профилактика, чтобы не болело ухо. Это правда? Совершенно правильно говорит твоя мама. Легче заболевание предотвратить, чем потом его вылечить. Отправляя ребенка на улицу, убедитесь, что он в теплой и сухой шапке. Если же он играет в снежки, расскажите ему о том, что если снег попадает в уши, ему нужно незамедлительно прийти домой. Ну и, конечно же, принимая ванну или душ, перед тем, как выйти на улицу, необходимо тщательно высушить голову и слуховой проход. И тогда ребенок не заболеет отитом. И, конечно же, нужно закалять свой организм. Закалка организма – очень интересная тема. С удовольствием поговорю о ней в следующий раз. С вами был доктор Безымянный. И Ева. Лечитесь с умом. Редактор субтитров А.Семкин